Нарадреналин, норепинефрин, L-1, 2-аминоэтанол, гормон мозгового вещества надпочечников и нейромедиатор, относится к биогенным аминам. К группе катехоламинов нарадреналина является предшественником адреналина. По химическому строению нарадреналин отличается от него отсутствием метильной группы атомоазотаамина группы боковой цепи. Его действие как гормона во многом синергично с действием адреналина. Нарадреналин как нейромедиатор, считается одним из важнейших медиаторов бодрствования. Нарадренергические проекции участвуют в восходящей ретикулярной активирующей системе. Синтез нарадреналина Предшественником нарадреналина является дофамин, который с помощью фермента дофамин-бета-гидроксилаза гидроксилируется до нарадреналина в визиколах синаптических окончаний. При этом нарадреналин тормозит фермент, превращающий тирозин в предшественник дофамина, благодаря чему осуществляется саморегуляция его синтеза. Рецепторы нарадреналина выделяют α-1, α-2 и бета-рецепторы к нарадреналину. Каждая группа делится на подгруппы, различающиеся с родством к разным агонистам, антагонистам и, частично, функциями. α-1 и бета-рецепторы могут быть только постчиноптическими и стимулируют одинилоциклазу, α-2 могут быть и пост- и прессиноптическими, и тормозят одинилоциклазу. Бета-рецепторы стимулируют липолиз, деградация нарадреналина. У нарадреналина несколько путей деградации, обеспечивающихся двумя ферментами – моноаминоксидаза и катихоламетилтрансферазой. В конечном итоге нарадреналин превращается либо в 4-гидрокси-3-митоксифенилгликолеруск, либо в ванилилминдальную кислоту. Норадренергическая система нарадреналина является медиатором как голубоватого пятна ствола мозга, так и окончаний симпатической нервной системы. Количество норадренергических нейронов в ЦНС невелико, но у них весьма широкое поле иннервации в головном мозге. Норадреналин – к гормон. Действие нарадреналина связано с преимущественным влиянием на альфа-адренорецепторы. Норадреналин отличается от адреналина гораздо более сильным сосудосуживающим и прессорным действием, значительно меньшим стимулирующим влиянием на сокращение сердца, слабым действием на гладкую мускулатуру бронхов и кишечника, слабым влиянием на обмен веществ. Норадреналин в меньшей степени повышает потребность миокарда и других тканей в кислороде, чем адреналин. Норадреналин принимает участие в регуляции артериального давления и периферического сосудистого сопротивления. Например, при переходе из лежачего положения в стоячий или сидячий уровень норадреналина в плазме крови в норме уже через минуту возрастает в несколько раз. Норадреналин принимает участие в реализации реакции типа «бей» или «беги», но в меньшей степени, чем адреналин. Уровень норадреналина в крови повышается при стрессовых состояниях, шоке, травмах, кровопотерях, ожогах, при тревоге, страхе, нервном напряжении. Кардиотропное действие норадреналина связано со стимулирующим его влиянием на бета-адренорецепторы сердца. Однако бета-адреностимулирующее действие маскируется рефлекторной брадикардией и повышением тонуса блуждающего нерва. Вызванными повышением артериального давления норадреналин вызывает увеличение сердечного выброса. Вследствие повышения артериального давления возрастает перфузионное давление в коронарных и мозговых артериях. Вместе с тем значительно возрастает периферическое сосудистое сопротивление и центральное венозное давление. Норадреналин как лекарственное средство. Фармакологическое действие норадреналина определяется с преимущественным влиянием на альфа-адренорецептеры. Отличается от адреналина более сильным сосудосуживающим опрессорным действием, меньшим стимулирующим влиянием на сокращение сердца, слабым бронхолитическим эффектом, слабым влиянием на обмен веществ. Кардиотропное действие нарадреналина связано со стимулирующим влиянием на бета-адренорецепторы сердца, однако бета-адреностимулирующее действие маскируется рефлекторной брадикардией и повышением тонуса блуждающего нерва, вызванными повышением артериального давления. Введение нарадреналина вызывает увеличение сердечного выброса, вследствие повышения артериального давления возрастает перфузионное давление в коронарных артериях, вместе с тем значительно возрастает периферическое сосудистое сопротивление и центральное венозное давление. Применяют нарадреналин для повышения артериального давления при остром его понижении вследствие хирургических вмешательств, травм отравлений, сопровождающихся угнетением сосудодвигательных центров и ТП, а также для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах на симпатической нервной системе после удаления фиохромоцитом и ДР.